Всем привет! С вами Факот и сегодня, как и обещал, я наконец-то снимаю последний обзор по Виндиктус Онлайн в Опинаги Хироуз. В этом обзоре я вам быстро, вкратце, попробую рассказать о том, как здесь проходит кооператив. В данный момент я уже нахожусь на лодке, как вы видели в моем прошлом обзоре, это лодка для отправления в данж. Со мной уже находится один из европейских игроков, он играет за карака и уже достаточно давно пытается доказать мне в чате, что мы вместе справимся с этим рейдовым боссом. В принципе, я хотел показать намного большее количество человек, например, трое, четверо, пятеро и более, но он уверен в нашей победе. Итак, давайте попробуем. Мы нажмем старт и лодка наша отправится. Собственно, для чего и существует здесь кооператив. Первые локации не вызывают никакого затруднения и поэтому вы всегда проходите их в соло, на харде, на нормале, без разницы. И тот и тот уровень сложности не такой сложный. Однако позже в других локациях у вас могут возникнуть проблемы. И проблемы эти будут появляться все более и более. То есть, если сейчас первые две-три локации вы проходите в соло и выбиваете только зелье, разве что копья, используете это потом, два-три человека, этого будет мало. То есть, этого катастрофически не будет хватать для того, чтобы победить. Поэтому вам нужно будет с ранних этапов привыкать, что потом вам понадобится помощь других людей. В данный момент я выбрал рейдового босса, достаточно стандартного. Это второй рейдовый босс. Первый босс находится в локации в первой. Но этот куда интересней. И он лучше всего покажет. И на нем я лучше всего смогу рассказать вам о всех плюсах и минусах. Собственно, что происходит в кооперативной игре. Она не только вам понадобится как помощь. То есть, не только вам нужен союзник для того, чтобы победить своего врага. Вам понадобится она еще и для того, чтобы получить на самом деле фан. Почему? Да потому что в игре присутствует помимо копья, в игре есть еще и гарпуны. Эти гарпуны вы можете метать в своих врагов, да, и притягивать их. И они будут терять равновесие и падать. Собственно, вам пригодится это на более поздних этапах игры. И на самом деле это очень занимательная процедура. Я надеюсь, что в этот раз я смогу вам рассказать практически все. в групповом бою. И, собственно, ознакомить вас со всеми этапами. Ну, первый этап это, конечно, вы как и в соло проходите определенное количество локаций. Там, 1, 2, 3. И доходите до нужного вам босса. Сейчас у нас, как вы видите, огромное пространство. Это уже дает понять о том, что здесь что-то будет происходить. Вот за мной бежит мой союзник. Он практически, кстати, в таком же беспехе, как я. Как видите, я сменил класс, потому что Кай слишком простой. И можно спокойно в соло уничтожить этого босса. Он неинтересен и не вызывает никаких сложностей. Я попробую вам быстренько рассказать о том, как воскрешать своих союзников. Собственно, зачем это делать. И что может случиться с вами, если вы попробуете воскресить своего товарища. Прошел короткий скрип. Как это обычно и бывает. И вот босс, рейдовый босс. Он рассчитан на более чем 6 человек. Но я думаю, что вдвоем мы справимся. В конце концов, у нас не самый худший шмот. И босс этот всего лишь на 20 уровень. А мы уже 20 уровень. Я лично 29. И так вот. Сразу видно, что это рейдовый босс по размерам. То есть, что он не какой-нибудь обычный. Приступаем к его уничтожению. Собственно, с союзником это будет все много быстрее. Но сразу прошу заметить. Чем больше людей у вас находится в команде, тем сильнее на самом деле босс. Тем больше у него хп. И как многие считают, тем более сильнее становится у него атака. Выпьем зелье. У меня специально взяты свой 5-6 учет. Запоминайте движение босса. Запоминайте его поведение. И в будущем вы сможете спокойно в соло убивать своего противника. Запомните, рейдовые боссы, если вы не опережаете их сильного уровня, практически всегда сильной атакой уничтожает вас с первого удара. И так будет дальше даже с обычными боссами, могу вам точно сказать. Кажется, мой союзник сейчас очень сильно пострадал. Вы можете наблюдать за его здоровьем в левом верхнем углу. Там написан его ник, как и мой. Собственно, по этой маленькой табличке вы будете наблюдать, что происходит вообще на территории. Босса можно застанить. Собственно, если мы будем атаковать группой, то есть я и он вместе, мы сможем чего-то добиться. Если будем атаковать поодиночке, как я, например, сейчас, то ничего хорошего в этом не выйдет. У нас сломались доспехи. Да. В этой игре ломаются доспехи. Если они ломаются здесь, то они ломаются и в конце концов, когда вы не присутствуете в бою. Что в этом случае делать? У вас будет рэп и аркит. Это такой набор для починки. Вы его используете, и ваши доспехи восстанавливаются в прежнее состояние. Однако, как вы можете заметить, босс обратил на меня внимание. Ну, в короткое время, как он его все равно отлег. Босс обращает внимание на те периоды, когда мы пьем зелье, воскрешаем наших союзников и просто чинимся. Когда такое происходит, босс начинает агрессивно смотреть в нашу сторону и вполне вероятно, что он на вас нападет. Старайтесь как можно больше увеличить расстояние от вас до босса, потому что, если вы этого не сделаете, в противном случае он просто подбежит и заманшет в вас. Итак, сейчас мы должны будем добить этого дурацкого босса. Вот, видите, он пьет зелье и ему очень сильно повезло. Ну, мне, конечно, не повезло. Им повезло куда больше. Как видите, бьемся мы уже с ним достаточно долго. На самом деле, сейчас всего 3 полоски хп. Потом будет босс, подобный вот этому, он будет иметь около 10-15 и более полосок. Притом, которые практически не уходят. Это будет на самом деле суща. Так что пока это все цветочки. Если бы я начал в соло пытаться убить этого босса, то у него было бы 2 полоски хп. То есть не 3, а 2. На самом деле, не очень 3 помогло бы мне это. Мы его уже скоро убьем. Я не знаю, можно попытаться продемонстрировать вам собственную смерть, и тогда, может быть, меня воскресит союзник. Просто я в нем очень не уверен. Может быть, он умрет? Нам будет намного легче все сделать. Если этого сейчас не случится, то я вам сам скажу. У вас будет такой привлит, как перышко. Это перышко вы можете использовать для воскрешения своего союзника. Оно должно находиться у вас в левом верхнем углу на вашей панели быстрых клавиш. Вы подходите к своему союзнику и используете это перо. Использовав его, вы, собственно, и воскресите своего союзника. Только делать это надо очень быстро и неправедливо. Ну, как вы видите, мы убили босса. Ну и все. Вот, собственно, весь групповой бой, который мог случиться. На самом деле, он достаточно был скучный и быстрый, только по той причине, что мы опережаем нашего противника на 9 и 8 уровней. Потом у вас такого не будет. Когда даже будет 30, 40, 50 уровня, вы будете постоянно ходить на этих боссов, и они будут постоянно вас убивать. Друг поднимать, как вы видите, не обязательно. Он сам поднимается. Нажимаете Next Page. Все как всегда. То есть, просматриваете статистику. И когда все заканчивается, нажимаете Return to Town. Возвращаясь в город через 10 секунд, вы можете покинуть пати или попробовать пройти этого босса еще раз со своим союзником. В зависимости от того, согласится он или откажется. Бывают такие моменты, когда к вам помогают в 60, 70, 80 уровне. Если такой вариант есть, соглашайтесь. Вы не теряете. При этом, если есть какие-то условия, при которых вы все равно получите достаточно большое вознаграждение за убийство рейдового босса в таком малом размере, как 2 человека. Собственно, все. Мы закончили убийство. Можем нажать покинуть группу. Покидаете группу и все. Вы сделали то, что хотели. У вас будет огромное количество квестов на рейдовых боссов. Так что вам не первый раз придется заниматься этим. Я сейчас в широком канале. В первом. Здесь очень много людей. Сейчас быстро расскажу, как начать записываться или как уже зайти на чужую ломку. Выбирая локацию, в которую мы хотим отправиться. Вот передо мной, например, сейчас 4 локации. Например, вот в Рост Холл. Выбрав эту локацию, я вижу, как вам сказать, такие надписи. Допустим, что это какая-то стенка газета, где располагаются приглашения в разные группы. То есть мы видим эти объявления, мы нажимаем на них и можем нажать Join Party. В таком случае мы попадаем сразу же в группу к другому игроку, который собрал ее для того, чтобы убить босса. Вот, кстати, мы видим группу более реалистичную, чем прошлая наша. То есть 23, 24, 26 и 21 уровни. Им, конечно, будет потруднее, но бой будет более интересный и насыщенный, чем наши. И так вы сможете присоединиться в любую группу, которую хотите. Но у вас должна быть определенно открытая эта миссия и по уровню, и по всем параметрам, которые она требует для открытия. И когда у вас все это открыто, когда вы все требования выполнили, вы можете либо создать эту локацию, чтобы в нее зашли вместе с вами другие игроки, либо зайти уже в существующие. Ну, я хочу закончить на этом свой обзор. Я думаю, что больше в кооперативе тут говорить нечего. Есть арена, есть рыбалка, но об этом вы уже сами узнаете, ознакомитесь. Есть лабиринт, непроходимый лабиринт. Это очень интересная штука, конечно. Особенно на ранних стадиях это, конечно, великолепная вещь. Но не хочу рассказать о таких тонкостях, потому что на самом деле самому это будет узнать куда интереснее. Пробуйте, старайтесь, играйте с другими игроками. На самом деле эта игра стоит того, и кооперативнее проявляется все больше и больше на поздних этапах. А на этом я хочу закончить свой обзор. Я надеюсь, что игра вам понравилась. Играйте на Европе, на Америке. Если что, спрашивайте. Я всегда помогу. Играйте, находите, общайтесь. Всем большое спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на канал. Всем пока.